Когда я думала о том, как экранизировать песню «Небо в алмазах», почему-то у меня в голове родилась такая идея, и, наверное, это было бы некой миссионерской целью сделать об этом видео. В общем-то, в песне говорится о том, как девушка рассталась с любимым человеком, она все еще его любит, прекрасно чувствует на расстоянии. Почему-то образ того, что от него осталось небо в алмазах, в моей голове соответствовал картинке, которую мы встречаем очень часто в жизни и относимся почему-то к ней как к несчастью. Это когда отец нашего будущего ребенка отказывается быть с нами, чем вызывает в нас непреодолимый страх дальнейшей жизни, и чем вызывает в нас пагубное решение не дать жизнь этому ребенку. И та идея, которую я бы хотела, наверное, сегодня донести, это не идея, связанная с абортами. Церковь, безусловно, против абортов, и в то же время в религии есть некое противоречие с этой идеей, поскольку душа бессмертна, делая аборт, и вроде бы невозможно убить душу ребенка. Но по моим глубоким ощущениям, идя на этот шаг, вы убиваете свою душу, вы делаете свою жизнь несчастливой и якобы перекладываете ответственность за свой личный поступок на некого мифического мужчину, который поступил с вами не так, как вы того от него ожидали. Я думаю, что Бог вообще ничего не дает нам в жизни для несчастья. Он все дает нам для счастья, и наше отношение к жизни, как к тяжелому испытанию, это не норма. Ненормально то, что мы считаем моменты счастья, как чем-то исключительным, дарованным нам на секунду. Мы должны привыкнуть к тому, что счастье – это наша норма, и все, что происходит с нами, в частности, рождение ребенка – это тоже счастье. В моей жизни тоже был непростой момент, когда я не была готова к такому повороту событий, и когда мы с моим будущим мужем не знали, будем ли мы дальше вместе. И когда я требовала это решение от мужчины, я не хотела принимать его сама. Я хочу еще рассказать, что страх является иллюзией, он искажает самую высокую вибрацию, вибрацию любви. И в такие моменты мы должны думать лишь о том, что ситуация зависит исключительно от нашего восприятия, а не от обстоятельств. И если Бог, наш Отец Небесный, заботится о лилиях и цветах, то неужели Он не позаботится о нас и не пошлет той женщине, которая решила дать жизнь, и, собственно, это ее естественное состояние. Здесь даже нет вопроса решать, давать ее или не давать, потому что это закон континуума, закон продолжения жизни. Так неужели Бог не даст этой женщине силы, потому что наши скрытые резервы могут открыться только в результате преодоления этих внутренних бурь и сомнений. И я бы хотела, чтобы каждая из нас жила без сомнений.